Друзья, всем доброго времени суток и давайте в данном видеоролике расскажу вам про проект дисциплина и о том, что у него сейчас проходит ICO. Так вот, что же такое дисциплина? Тут в данном случае, конечно же, имеется в виду неправильное поведение человека, а то, что это первый блокчейн для образования и рекрутинга, который разрабатывается компанией TeachMePlease. Ну и давайте тогда парочку технических деталей данного проекта, то есть у них софткап 3500 эфиров, хардкап 17000 эфиров, курс токена это 5-10 тысячных эфиров, наименование это DSCP и валюту, которую они принимают это эфир либо биткоин и тоже еще добавлю, что главный этап продаж токенов будет с 27 марта по 9 апреля. Также важно понимать, что сейчас у них бонус 15% при покупке токенов и, как видно, потом бонус, конечно же, будет падать, потому что понятно, что чем раньше вы покупаете токены того или иного проекта, в принципе, так делают все проекты, выходящие на ICO, так вот, тем выше у вас, конечно же, будут и бонусы при покупке. А также есть еще реферальная программа, то есть что это такое, это когда вы отправляете реферальную ссылку вашим, допустим, знакомым, друзьям, и когда они покупают токены, то вы получаете от этих токенов себе 5%, то есть, допустим, человек купил 100 токенов в DSCP и вам приходит еще 5 токенов на ваш кошелек с его покупки. Ну что ж, теперь давайте разберемся в основе данного проекта. Так вот, что же такое дисциплина? Это универсальный блокчейн для проектов в сфере образования и рекрутинга. Он обеспечивает прозрачность их работы и создает условия для поддержания конфиденциальности и достоверности информации, внесенной участниками системы. Также, я думаю, важно добавить, что дисциплина не использует другие блокчейны в своей работе, то есть это, по сути, полноценный отдельный, можно сказать, рабочий проект. И также данный проект разрабатывается специально для нужд образовательных и рекрутинговых сервисов и в своей архитектуре учитывает специфику их работы. Ну, здесь идет сравнение как раз-таки различных популярных, можно сказать, криптовалют, да, то есть, прежде всего, биткоин. Но биткоин, безусловно, почему он самый популярный, хотя бы даже потому, что он был первым в мире криптовалют, именно поэтому он пока все еще на первом месте, хотя я думаю, что вполне возможно, что к концу года его обгонит либо эфир, либо рипл, то есть, возможно, эфириум тот же его обгонит. Так вот, у биткоина действительно много минусов, то есть, допустим, то, что на нем нету смарт-контрактов, у него дешевые транзакции, я бы еще добавил то, что у него медленные транзакции, это все, безусловно, минус. У эфира есть смарт-контракты, тем не менее, транзакции не такие уж и дешевые, конечно же, они сейчас с этим борются, но тем не менее, тоже пока еще не решили. У валюты NEO, NEO это, по сути, китайский эфириум, тоже есть много плюсов, то есть, кроме того, что смарт-контракты это еще и дешевые транзакции и POS consensus, но тем не менее, дело в том, что нет у него WebOptrust и нету приватности данных. То же самое, кстати говоря, относится и к платформе EOS, EOS это тоже площадка для смарт-контрактов, то есть, на ней, по сути, можно проводить ICO, но вот как раз-таки, например, дисциплина, кроме всего, причисленного выше, как раз-таки есть вот эти вот две функции, которых нету, допустим, валют NEO, либо же EOS. Да, ну и тоже, пожалуй, добавлю, что миссия данного проекта создать универсальный докчейн, который позволит ввести единый реестр навыков успеваемости человека для генерации его скоринга. Ну, вообще, опять же таки, еще расскажу, что образование человека это важнейшая, по сути, составляющая его жизни, то есть, когда мы развиваемся, мы становимся лучше, и очевидно, что каждый человек, по сути, должен развиваться, иначе тогда не совсем понятно, зачем он живет. Хотя, опять же, это вопрос философский, но, тем не менее, я думаю, что это, в общем-то, недалеко от правды. Так вот, теперь какие возможности данного проекта, проекта дисциплина. Так вот, то, что вы можете хранить достижения человека в электронной форме с предоставлением доступа к данным через длинную площадку с гарантией неизменности этих данных. Понятно, что все это обеспечивается тем, что площадка сделана на блокчейне. А также важно, думаю, добавить, что дисциплина это open-source платформа, которая, в общем-то, позволяет любым сервисам в сфере образования или рекрутинга использовать блокчейн-технологии в своем проекте. Также здесь будет достоверная система рейтингов, отзывов и оценок, и опять же таки, подделать ее, естественно, тоже будет нельзя, потому что, опять-таки, будет защита за счет того, что все это сделано. На блокчейне также будет здесь, на площадке дисциплины, эффективный поиск соискателей по определенным достижениям, областям знаний и специализациям. Также предусмотрена модернизация данных об успеваемости за счетов предоставления их рекрутерам, разграниченные платежи и стройная система взаиморасчета. Также будет возможность поставить карьерную цель, то есть построить четкий путь обучения и трудоустройства в желаемую компанию. Так что, как видите, действительно очень много здесь полезных функций, ну и также важно, что в подобную экосистему входит сразу несколько составляющих. Это, прежде всего, конечно же, учебные заведения, это преподаватели и ученики, ну и также, конечно же, кадровые специалисты, то есть HR-агентства. Ну что ж, я думаю, что про все главные составляющие данного проекта я рассказал уже, думаю, что более детально можно почитать уже на странице данного проекта. А тут, в принципе, все более-менее легко и просто будет, я думаю, вам понять, потому что проект сам по себе несложный, но тем не менее перспективный. То есть, опять же таки, не обязательно, чтобы проект какой-то был суперумный, то есть важна действительно такая вот ключевая какая-то корневая идея. И потом, понятно, что важно ее грамотно реализовать, но посмотрим, надеюсь, что получится у проекта дисциплина сделать все то, что они задумали. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, тогда спасибо за его просмотр и всем пока. Спасибо.